Всем привет! Вы на канале Тихая Охота. Вот этот гриб называется груздь тополёвый или груздь осиновый. Как можно судить по самому названию, гриб образует микоризу с тополем, осиной, а также ещё и с ивой. Поэтому его можно также называть и груздём ивовым. Но ни под ивой, ни под осиной я его никогда не находил, только под тополями в тополёвых посадках. Груздь этот довольно-таки вкусный и немного уступает груздю настоящему, жёлтому и чёрному. Гриб этот довольно-таки сильно похож на грузь настоящий. Но с возрастом у него появляются не жёлтые охристые пятна, а розоватые, часто с зональностью. Пластинки частые, по мере старения гриба также розовеют. Гриб может достигать в диаметре до 30 сантиметров. Также от настоящего груздя его можно отличить местом произрастания, ведь груздь настоящая образует микоризу с берёзами. Также у осинового груздя присутствует опушка на шляпке, но она намного мельче, если сравнивать с груздем настоящим или с белой волнушкой. Груздь осиновый относится к млечникам и так же, как и у всех млечников, у него выделяется млечный сок при повреждении, который не меняет свой цвет на воздухе. Остаётся белым. Млечный сок у него горький. Мякоть гриба острая, белая. Запах фруктовый, очень приятный. По центру шляпки у осинового груздя ямка, она как бы вдавленная. У молодых грибов края подогнутые, а затем с возрастом они распрямляются. Гриб этот считается условно съедобным. Всем удачной тихой охоты. Пока.